Всем привет! Как известно, я часто говорю о том, что такие вот смутные, тяжелые времена, как сейчас, очень необходимо помогать друг другу. Создавать горизонтальные связи, заниматься самоорганизацией, делать что-то полезное, находить себе применение там, где это возможно каждому конкретному человеку. И вот меня всегда спрашивают, а приведи какие-нибудь конкретные примеры реально успешных низовых инициатив. Как это вот выглядит? Покажи живых людей. Показываю. Вот живые люди. Сейчас они расскажут, чем они занимаются, главное, как они дошли до жизни такой, и почему они занимаются именно тем, чем занимаются, а не чем-то другим. И как они решили, что надо делать именно это, а не что-то другое. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас существует, как кому-то известно, кому-то нет, множество волонтерских движений, множество объединений, которые помогают как мирным жителям Украины, так и фронту. Это такие объединения, как Координационный центр помощи Новороссии. Мы с Мурзом, Сакелой сотрудничаем. Ребята из каналов ОПСБ, в частности, «Призрак Новороссии». И также есть технологии выживания Евича, кулибины русские, изобретают кошки, поставляют на фронт. Мы представляем волонтерскую организацию «Золотые руки ангела». Мы шьем тактические носилки на пожертвования и бесплатно передаем на фронт. Июля 2022 года. Значит, я рассматривал прекрасную передачу Татьяны Монтян о чудесах горизонтальных связей, где она буквально в двух словах обрисовала ситуацию и провела в студию двух добровольцев, которые наладили производство и распространение насилок для раненых. Вот у меня тоже вот такая вот идея фикс относительно о чудесах горизонтальных связей. По поводу образования я уже тут делал два видеоролика. Один о Шаталове. Считаю, что просто был гениальный учитель. Вот о нем видеоролик Данчанам о Шаталове. И недавно я, значит, вот сделал еще один ролик. Там Татьяна Монтян также говорит о том, что в СССР была одна, ну, была, скажем так, самая лучшая система образования. Я с этим полностью согласен, потому что после приходилось общаться со многими людьми, ну, скажем так, даже базовых понятий они не знают. Так вот, у меня, значит, возникла такая идея. Ну, значит, на своем сайте у меня, значит, вот имеется видеоматериал. Значит, сейчас я поищу. Вот, учитель Шаталов. Здесь, значит, подобрано у меня видео. Ну, то, что мне, скажем так, удалось собрать об учителе Шаталове. Значит, имеются, значит, данные о его школе, которые тоже можете посмотреть, школа работает в Донецке и прочее, и прочее, и прочее. Мне просто до боли обидно, что в России я слыхом не слыхивал, что что-то было подобное, кроме Донецка. Ни в Москве, ни в Питере, они так... Я не нашел ни в Москве, ни в Питере что-то подобное о школам Шаталова. А вот к большому студу, вот, посмотрите, школа Шаталова в Индии. Это маленькая-маленькая, блин, страна с полуторамиллиардным населением. Ну уж, ну такие вот они тупые. Ну как же вот они вот взяли и взяли на вооружение, значит, какие-то там элементы или что-то от школы Шаталовой. Ну зачем изобретать колесо? Вот, человек жизнь прожил, долгую, прекрасную, нормальную жизнь. Сделал массу видеоуроков видеоуроков по самым разным предметам. Физика, там, химия, математика, русский, там, язык, литература. Да чёрт побери, да вот, бери, как говорится, и действуй. А самый важный, знаете, какой у него признак, принцип? Это принцип солёного огурца. Вот если в банку с рассолом поместить огурцы, то даже самый толстокожий огурец по стечении определённого времени становится солёным. Вот, Шаталов напитывал детей знаниями, без окрика, без понукания, вот, без всякой там даже баллонской системы. Чёрт побери, он двоечников делал пятёрочниками. Вы можете себе представить? Вот, у него был класс, я помню, он как-то рассказывал, по-украински звучит класс Г. Так вот, он взял его чистыми двоечниками и через короткое время у него все эти чистые двоечники стали круглыми отличниками. Ну, какая из московских школ или питерских сможет таким похвалиться? А ведь это же какой будет укор в системе образования? А? Люди? А ведь если используя этот принцип при хорошей поддержке государства взять и дополнить эту систему и распространить эти принципы и сделать школы шаталово, то вам изобретать-то не надо. конечно же, Академия наук может пострадать или еще кто-то там из высокого начальства, кто все эти там методички пишет и так далее. А он их писал сам. и посмотрите вот на моем сайте просто посмотрите его ответы, что человек, как говорится, делал. Ну, тут даже если ну, если уже все изобретено, ну, что, черт побери, не взять самое лучшее и применить это? Ну, облегчить. Я обучился 10 лет в десятилетке в школе, а сейчас люди учатся по 11 лет, а толку с них никакого. Я по переписке там, по уровню там образования и так далее, но я могу судить, что наша обычная советская десятилетка 100 очков давала вперед этим западным школам и так далее. Вот Монтян говорит, балованская система, из нее только один принцип был хороший, что человек мог поступить в любое учебное учреждение, а Шаталов и давал эту возможность, что человек, обученный по системе Шаталова, мог поступить в любое учебное учреждение из глубинки, да мне из глубинки, просто взять, распространить его принцип, посмотреть, что там наработали коллеги в Индии, может быть там что-нибудь есть еще и в других странах, там и в Китае, там и еще что-то знаете, ну принципы-то универсальные, и не надо свое там собственно супер создавать, возьмите хотя бы вот примените то, что у вас уже вот под носом лежит на блюдечке, ну да, в Донецке сейчас пока еще прилетает, там тяжело бывает, ну вы свяжитесь со школой, окажите ей материальную помощь, может быть еще какие-то виды помощи нужны, вот, распространите это, потому что ну что, я уже пенсионер и живу в другой стране, ну просто вот ну нужно нужно применять этот принцип горизонтальных связей, ведь если найдутся молодые да и любые учителя, которые готовы работать по этой системе, ну так ну и что, ну и капец будет к холеному западу, потому что система Шаталова, ну вы представляете, у него все были отличниками, вы можете это себе представить, можете связаться с его учениками, можете почитать их описания, это просто вот как говорится, имеющий уши да услышат, то есть уже все готово, все изобретено, от вас просто нужно устроить вот эти вот горизонтальные связи и применять и применить их к системе образования в России вот там пожалуйста значит а почему а почему бы и нет вот пожалуйста имя Виктора Шаталова было широко известно в советское время его педагогический эксперимент гремел по стране донецкий учитель новатор творил невероятное по его методике из любого двоечника можно было сделать отличника первый экспериментальный класс завершил изучение школьного курса на два года раньше программы все 33 ученика стали студентами вузов 17 из них получали повышенные стипендии 64 кандидата наук и 12 докторов так сложилось будущее к учеников которые пришли к Шаталу почитать всю его трудовую биографию литературу которую он издал все видеоуроки которые были созданы понимаете бери только и применяй сейчас Донбасс отойдет к России ну так давайте сразу же делайте все это дело повсеместно и пусть это пойдет в Россию распространите все это дело везде где только это возможно поделитесь видео уроками вот пожалуйста я очень вам вот даю ссылочку сейчас подождите вот значит мой сайт linux черточка романов точка ko.uk вот сначала значит я сайт этот делал с одним человеком он из Украины на три или четыре года назад он перестал выходить на связь но я понимаю что просто уже наверное его уже нет вот но регистрировал сайт он в России когда я попытался продлить значит сайт регистрировал он на себя когда я попытался продлить сайт значит в России ну как вы думаете что я получил получил вежливый отлуп мне не удалось перерегистрировать сайт они мне периодически на почту значит опять-таки присылают там данные данные да господи бюрократия полнейшая не смог я по новой все это дело сделать но тем не менее значит я сделал зарегистрировал сайт в Англии по крайней мере то что я хочу сказать я могу сказать и вам говорю что понимаете порою порою что даже не нужно иметь или изобретать что-то вот что может допустим как применить допустим эффект соленого огурца в Донецке в Донецкой области в Луганске в любом городе России ну как научиться и сделать это дело эффективным ну вы понимаете какие ой да все как говорится ну не то что там упадут а ну просто он будет дико завидовать за систему образования которая идет из СССР что одним из лучших ее представителем был учитель Шаталов одним из лучших я не говорю что там кто-то там чего-то там не зарабатывал не разрабатывал вот но он был одним из лучших ему удалось вот такую вот систему построить а как допустим применить метод соленого огурца допустим на Украине а как из нациков сделать вменяемых и вообще это возможно или нет вот мне кажется что какие-то вот положительные моменты тут могли бы быть найдены то есть не всех как говорится там гновить а все-таки кто-то может быть и подойдет под метод соленого огурца вот понимаете как то есть вот ну я всегда говорил что не нужно чернить и критиковать все то что было до нас вот в СССР ну тоже были скажем так хорошие моменты были жесткие были плохие моменты да вот ну в данном случае что нужно России нужны квалифицированные грамотные и образованные люди нужен метод как их как говорится быстро делать вот за 10 лет пожалуйста и делайте достойных скажем так учителей там врачей ученых и так далее за 10 лет а не за 11 и как видите нормально все получалось да придумали 11 лет и баллонскую систему баллонская система она позволяла правильно Монтян говорит что баллонская система позволяла людям из самых низов смочь учиться в любом университете а система Шаталова она позволяет то же самое где бы ты не жил если ты обучен по системе Шаталова ты сможешь поступить в любое учебное учреждение вот и все а какими методами он добивался пожалуйста есть сайт есть вот пожалуйста вам примеры вот смотрите и учите учитесь я обращаюсь именно к тем как говорится имеющие лучше уши да услышат кто имеет вот такие вот горизонтальные связи или кто может их наладить без сомнения что система образования в России сейчас ну скажем так не очень вот сделать и поставить ее на новый и более качественный уровень вот вполне возможно вот вам сайт вот вам уроки под любым моим видеороликом даже вот под этим видеороликом пишите мне я прочитаю помогу значит связаться если у кого-то есть заинтересованность о том в том чтобы наше как говорится наше молодое поколение росло грамотным ну ладно сильно уж я эмоционально все это дело принимаю короче значит я вам желаю всего самого самого и самого наилучшего вот коротенький видеоролик Татьяны Монтиан я вам сейчас вот покажу откуда все началось вот чудеса горизонтальной связи вот пожалуйста нашлись две женщины два добровольца которые решили значит и стали жить носилки для раненых вот пожалуйста то есть две женщины они друг друга не знали а когда они значит встретились вот здесь их интересы совпали и они начали делать доброе дело вы понимаете как вот бывает а кто сделает дело доброе для извините меня образования миллионов учащихся а кто как не учителя способны принять и перенять ну хотя бы элементы от системы Шаталова ну чёрт побери ну разве вам не стыдно бывает что если вы посмотрите что-то там найдёте у Шаталова для себя разве вам от этого убудет что-нибудь бонит я думаю что прибудет а вот сделать это системно чтобы в каждой русской школе чтобы дети могли обучаться по системе учителя Шаталова и его учеников вот это было бы да вот это было суперски ну ладно я значит с вами прощаюсь я желаю вам всего самого доброго значит всяческих благ вот ну если у кого-то какие-то есть мысли вот именно по системе образования по ее улучшению об опыте там разных стран ну пишите мне прямо под видеороликом вот и на телеге у меня есть тот же самый мой сайт можете на него писать вот ну ради бога ну по крайней мере я смогу вас переключить на людей и помогу настроить вот эти вот горизонтальные связи ну стыдно вот я всегда говорил что вот пророков в своем отчетчестве не любят еще проще скажу ненавидят как Шатуалова третировала о господи это особая песня ну вот ничего человек жил и терпел вот поэтому я значит на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и наилучшего и до новых встреч а потом школу закрылись она закрылась она стоит и сейчас она ветхая старая я перешел в другую шестую школу а в шестой экспериментальная работа она была настолько интересна что от нее отлучиться уже было невозможно там она продолжалась семь лет а потом Москва разрешили эксперимент а потом Киев долго сопротивлялся эксперимент пошел нелегально но они приехали проверили все поряд и дали право проводить эксперимент по линии министерства я получил восьмой класс тринадцатой школы самый слабый а так всегда для эксперимента брали самый слабый класс если бы я брал хороший меня бы учителя забодали конечно взял хороший а ты вот я это ты взял ну а потом дети закончили в восьмом я его взял в классе а в девятом они закончили среднюю школу а потом еще раз такой эксперимент снова в девятом классе наши дети учились девять лет а потом новый эксперимент закончили школу в восьмом классе потом в седьмом классе стало понятно что мы не знаем детей их возможности невероятные 3 ноября 1971 года ашаталове впервые написала газета комсомольская правда и уже на следующий день он в буквальном смысле проснулся знаменитым в донецк со всех уголков бывшего советского союза приезжали преподаватели которые верили что методика ашаталова это прорыв новый виток в системе образования 25 лет подряд у меня на каждом уроке сидело от 40 до 80 человек еще раз повторяю на каждом уроке ежедневно сидело от 40 до 80 человек потом начались семинары разъезды по стране сколько городов я изъездил от Камчатки до Сахалина у Шаталова были тысячи энтузиастов последователей но были конечно и недоброжелатели эксперимент в общем-то начался в 70-е годы успешно много лет он продолжался была зеленая улица скажем а потом неожиданно запретили не то что негласно скажем запретили это было связано с неосторожным высказыванием Виктора Федоровича по поводу награждения Леонида Ильича Брежнева орденом очередным и высказывание это было такого характера что я не понимаю за что дали ему орден который дается за выдающиеся заслуги в военное время это было неосторожное высказывание которое обернули против него на протяжении семи лет Виктора Федоровича преследовал всесильный КГБ о нем запрещали писать журналистам сотрудники службы безопасности делали все чтобы о Шаталове забыли раз и навсегда меня исключали из партии восемь раз мне не давали работать на нас наслали комиссии которые приезжали с одной установкой на всяком случае министр просвещения России да отправляя комиссию кандидата доктору наук дал прямую установку установку сотрите его порошок журнал вот этот советский экран он же не политический они пришли ко мне с просьбой дать статью вопросы дали я написал эту статью она была опубликована тут вот космонавты тут от Элизаров которым я ездил Курган это ортопед знаменитый это все знаменитые люди да утром позвонили что журнал вышел я пошел к киосу из печати взял штук пять пришел домой маловато думаю взял пошел туда только что проехала машина спецмашина изъяли все журналы я пошел к торговому институту и там по всему городу были взяты эти журналы в девяносто первом году с приходом к власти Михаила Горбачева Виктору Федоровичу дали звание народного учителя эксперимент был закрыт и Шаталов стал излагать свои знания в книгах Украина от нас оттолкнулась мои расположились некоторые в книгах украинских в книгах